здравствуйте вы смотрите программа реальные кадры с вами мария шматкова приближается новый год и каждый задумывается о том как украсить к этому празднику свою квартиру офисное место или комнату ребенка или детскую комнату вот в ней мы сейчас находимся эта комната девочки ей 10 лет татьяна вы декоратор и сегодня давайте мы с вами попробуем украсить эту комнату вот чтобы вы предложили чтобы здесь сразу когда ты входишь почувствовалось дыхание приближение самого главного праздника года ну мы в этой комнате постараемся сделать белым декором она светлая эта комната мы поставим белую елочку сюда а также очень хочется внести такие же оттенки как на обоих у нас цветочки очень красивые и мы поиграем с цветами всегда мы поработаем и также мы немножечко попробуем задекорировать эту стеночку но не будем нарушать личное пространство чтобы ребенок мог найти свои любимые книги мы просто задекорируем вот эти полочки закрыты в любом случае получается в принципе добавить несколько акцентов можно изменить все может помещение практически до неузнаваемости можно но мы так не будем делать но мы сегодня не будем кардинально у нас все таки задача стоит не перепланировки этой комнаты конечно а конкретно украшение подготовки новому создадим новогоднюю обстановку чтобы девочка когда сюда ушла она поняла что праздник приближается приближается что-то сделаем мы покажем какой-то мастер-класс конечно конечно мы покажем как мы будем делать игрушечки также мы маленькие сюрпризы готовили мы подготовим для елочки маленькие такие цветочки в которых будут находиться конфетки какая девочка не любит конфеты татьяна ну что отправляемся готовить украшения для нашей новогодней комнаты оставайтесь с нами не переключайтесь это тяна с чего мы начинаем а мы начнем скорее всего делать сначала наши цветочки сюрпризики такие это как раз таки да это импровизированные такие держалочки мишура на проволочке будут удерживать наши конфетки которые у нас вот сюда будут вставляться у нас эти усики и лепесточки будут придерживать а сам цветочек у нас будет крепиться за еловой вид что нам для этого нужно для конфеты безусловно нужны конфеты только наверное самый главный совет не съешьте кишки раньше этого момента как они украсят вашу елку держите себя в руках и так конфеты мишура вот такая на проволочке ну и такое приспособление не хитрое это втулка получается наверное от можно будет полотенца очень удобно запоминайте все советы декоратора берите на вооружение все вот ничего не выбрасываем правильно ну что-то выбрасываем да ну мне второе вещи надо оставлять они прекратятся у нас я так понимаю что мы сейчас будем вокруг накручивать у нас получается на один цветочек нам потребуется четыре вот таких вот полосочка что мы делаем мы просто берем нашу такую проволочку мишуру и пальчиком немножечко прижимаем буквально хвостиком и потом его отрегулировать и обматываем не туго как слегка два раза у нас получается вот такой усики стороны мы снимаем и дальше у нас получается мы перекручиваем как будто один узелок и сделали и оставляем эти хвостики в разные стороны вот такая у нас одна деталька получилась нам их нужно четыре таких штучки сделать попробуем прижимаем пальчиком два раза накручиваем можно даже чуть-чуть слегка посвободнее но запасу достаточно большой у нас получится так делать изюмочек да и просто один хвостик прокручиваем вокруг этих всех колечек сформировавшихся раз так и все колечки готовы на здоровь Татьяна с чего началось ваше увлечение декором как вы стали декоратором ух это наверное я знаю что все таки это ваше увлечение и вы хочу подчеркнуть да но занимаетесь вы им свободно от основной работы время да не получается очень замечательно просто да занимаюсь я свободное время от работы но и на работе тоже приходится заниматься ну так как вы работаете конечно детского творчества пушкинская школа которая проходит в огромном количестве разные мероприятия в том числе декорируете конечно конечно я же преподаю у детей кружок декоративно-прикладного у нас называется декор студия мы с детьми тоже делаем на занятиях разные поделки разного сейчас на данный момент мы тоже подготавливаем игрушечки конечно очень хорошо да вот таки детальки мы эти сейчас собирать будем мы берем например любую понравившуюся нам такую заготовочку расправляем хвостики вот так вот и как на веревочку бусинки как будто мы набираем собираем и вот чтобы нам не перепутать у нас нужные хвостики вот так смотрят остальные будут вот в сторону влево и вправо смотреть мы следующую также насаживаем детальку опять хвостики подправляем чтобы мы не перепутали четвертую берем детальку все и теперь у наша та основная которая нас держала мы эти два хвостика собираем и просто перекручиваем остальные хвостики как раз таки остаются для того чтобы потом крепиться на елочке выбираем самые длинные два которые нам нравятся это уже без разницы от какой стороны от какого лепесточка самая длинная например вот это будет и вот это именно нее потом и разворачиваем разворачиваем и расправляем лепестки лепестки расправляем можно по два наподобие наверное у нас получается система ну как схема у нас больше на орхидеи даже похоже да все есть что-то в этом согласна так все-таки как вы пришли к этому искусству с чего все началось один раз был выпускной у моей дочери старшей я продолжу делать конечно нам их много нужно вот и у нас получается были оформители по формите естественно шарами я посмотрела как они делают очень красивые красивые такие вещи а мне все нравится красиво я начала пробовать потихонечку шарами потом друзья ну других друзей друзья стали просить меня помочь им оформить кто-то пришел на день рождения увидел сразу татьяна вы можете помочь нам но все-таки вы не остановились на одних шарах потому что время идет шары тоже у нас эти были у нас давно в моде сейчас у нас конечно шарами тоже украшает но по большей части уже декор требует другого мне кажется за последнее время декорирование очень усложнилось с одной стороны вроде появилось огромное количество разных техник и средств но с другой стороны все сложнее декоратором удивлять своих заказчиков вот мне кажется вот и живые цветы и дерево и стекло и что только не стиль и техника что только не идет вход у нас новый год да мы сегодня готовим вот эти цветочки для конфеток вот мне интересно что чувствует декоратор когда готовит то или иное помещение ну допустим это свадьба вы знаете молодоженов и ну как-то немножко познакомились уже с ними вот что вы чувствуете тот момент когда это все собирает волнуетесь конечно волнуемся вместе с невестами женихами волнуемся естественно и стараемся сделать каждый праздник как свой праздник но потом вознаграждение то есть мы получаем массу кучу эмоций удовольствие всем гостям нравится 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 мне есть и нравится нам в первую очередь должно нравиться нам так сколько я сделала 4 4 теперь мы собираем давайте я попробую собрать усики разводим и как бусинки на ниточку и перекручиваем достаточно мы можем эти хвостики немножко до расправить и снизу и также сверху лепесточки замечательно отлично так подставочки для наших конфет как готовы ну а сейчас примемся наверное со шарики с удовольствием мы купили доходы набор шару ну там за жили не было маленького размера мы пошли на хитрость мы купили такие заготовочки из пенопласта у нас есть полуферы зеркозные это как половинка бусинки и мы будем приклеивать их на горячий клей пистолет когда мы их приклеим мы будем обсыпать глиттером и они будут дамки должен получиться обсыпать мы будем предварительно обработав поверхность клим пва и вот такие у нас есть блестки и так берем шарики что сначала сначала разогреваем клей термо клей нам нужно разогреть дальше мы будем сразу приклеить сразу приклеить а сейчас мы не красим пока шарики нет мы не будем сейчас красить иначе у нас из-за блестки у нас будут бусинки падать они будут держаться можно конечно было загрунтовать их но мы идем более простым путем потому что на мой взгляд я думаю что и так хорошо получилось и не обязательно у нас обязательно все получится вот опять же так хочу центровать внимание на том что с одной стороны кажется сейчас новому году практически во всех гипермаркетах магазинах представлена просто огромнейший выбор все возможных игрушек украшений к новому году но цене те которые сделаны своими руками а если к этому процессу вы подключите своих близких детей семью как раньше например зимнее время вся семья садилась или пили пельмени это тоже может стать традицией например вся семья садится за большой стол мама руководит все дружно все дружно готовит все что нужно на это и и вместо пельменей появляются новогодние игрушки но одна другому не мешает до половина семьи может в принципе готовить пельмени но мы сегодня делаем новогодние игрушки клей нас еще разогревается мы можем сделать любой рисунок какой нам понравится ну например здесь у нас три варианта есть но опять же да у нас у нас получится каждая игрушка ваша или моя она будет отличаться она будет неповторима конечно это же ручная работа это самое ценное так и хочется съесть конфетку я держусь в руках мы помним что это для украшения к новому году наши его новогодние елки а могу вам рассказать что мы сейчас сначала например делаем давайте бусинки вот эти приклеим полусферы на капельку буквально чуть-чуть клей капаем и приклеиваем ну не знаю у нас вот например в этих игрушках у нас везде по ободку идут полусферы приклеены вот такие жемчужинки а дальше мы уже придумывали как это будем делать либо такой ежичек например можно сделать можно по спирали вот так бусинки уложить или разбить его на четыре части получается такой как апельсинчик с дубками или мазаринчик тоже очень красиво смотрится кто из нас приклеивать будет ну давайте вы зашел а вы тогда понаблюдайте и потом я вам покажу как мы делаем дальше обрабатываем и блестками начнем мы с макушечки где у нас находится вот это крепление мы выдавали маленькую клей капельку клея и приклеиваем вот такую бусинку пока клей разогрет можно ее подвигать немножечко и выровнять так как вам нравится да на какую точку вы решили посадить а можно мне тоже попробую конечно пожалуйста такую ромашечку сделаю вокруг маленькую да угу достаточно конечно отлично что актуально в этом сезоне как мы украшаем свои дома к новому году что нужно делать чего лучше избежать главное не переборщить декорами главное вовремя остановиться его не должно быть слишком много но в то же время должна быть праздничная атмосфера ощущаться чувство праздника что приближается и настроение должно быть праздничным от этого ведь можно не только дом украсить свой да я уже говорил начать нашей передачи что можно украсить свое рабочее место можно украсить все и рабочее место и машину украсить под новый год тоже нужно елочку маленькую повесить своими руками например сделать и подарить кому-то из знакомых он будет всегда вспоминать отличная идея интересные люди которые помнят что скоро праздник у меня получается татьяна в принципе да похоже и вот дальше мы так по кромке заканчиваем приходим к верху и сюда отлично прекрасно а как вы относитесь к вопросу ставить ли живую елку или все таки искусственную красавицу сейчас просто этот вопрос звучит всюду и все очень активно обсуждают одни высказываются за настоящую ель настоящую ель или сосну другие говорят ну жалко деревья давайте лучше копим искусственные елочки пушистые более того это более экономично ее можно убрать а потом через год достать это уже зависит от возможности скажем да например кто-то хочет видеть у себя красивую пушную ель но только чтобы елочки не сыпались для этого можно поставить искусственную елочку кто-то хочет ближе быть с природой и чувствует запах леса новогодние все таки у нас ассоциации идут цвета запах елки мандарины вот поэтому здесь уже каждому на свое усмотрение каждый выбирает на свой вкус также можно и в тональностях это подбирается по большей части под интерьер своего дома мы просто подчеркиваем какие-то элементы обыгрываем и полностью кардинально менять например если у нас в комнате нет красного не надо делать красное на елке или наоборот сделать все очень разноцветным но это уже на каждом месте каждый кто как захочет ну вот шарик наш готов мы сняли все наши волосинки такие из клея которые вот у нас немножечко еще пушистые почистили поверхность и дальше нам что нужно ну откроем наши блюзки высыпать мы их никуда не будем потому что у нас здесь есть носик дырочка и мы будем прямо из пузыречка посыпать дальше у нас здесь клей 2 и мы берем поверхность просто намазываем наш клей не слишком тонко и не слишком густо золотая середина давайте я попробую можно? пожалуйста и допустим одну половинку сейчас обработаем клеем и сверху присыпаем кажется ничего сложного ничего я бы даже сказала невозможного в этом нет все достаточно легко так уже сказала что вы занимаетесь декоративно-прикладным творчеством Центра детского творчества Кушкинская школа а в каких техниках дети любят работать больше всего? ну много они любят разные лепить любят из пластилина, просто виноградой занимаются посыпай на бумажечку на бумажечку, да ну погуще лишние у нас остатки все слетят занимаемся мы модульным ориганами, квилинг и лепкой из пластилина получается старшие больше возраста уже могут и бессерплетением заниматься ну что у нас половинка готова? отлично замечательно просто замечательно так ну что игрушка готова? готова смотрите какая она красивая получилась и я хочу сказать что потратили мы на ее изготовление не так уж и много времени Татьяна давайте еще раз напомним из чего мы сделали нашу новогоднюю игрушку игрушечка у нас была из таких пенопластовых шариков потом мы приклеивали на них вот такие вот бусинки на них как полусфера, жемчужного цвета клеем пистолет, термоклей у нас был и сверху мы покрыли клеем ПВА и обсыпали нашу игрушку блестками получился очень потрясающе и очень красиво ну что наши игрушки готовы и пора приступать к оформлению комнаты конечно ну что Татьяна наша комната украшена мне кажется что ее хозяйке очень понравится такой сюрприз ее пока нет дома но она обязательно в скором времени увидит эту потрясающе красивую елочку которая здесь появилась все как вы обещали она белая игрушки мы тоже сделали но остались последние штрихи да осталось нам дополнить теми игрушками которые мы вот делали на мастер-классе поможете мне? конечно спасибо ну допустим мы их вот здесь дополним так как у нас их как раз и не хватало такого размера поменьше так так и наши сюрпризики сейчас покажем у нас абсолютная елочка получается прям она сразу как будто она здесь стояла не выбивается она из интерьера она получилась очень нежная очень такая прям вот аккуратная изящная ну прям волшебная да и вот у нас остались вот эти сюрпризики мы их вот здесь уже закрепили с конфетками кстати очень удобно да один раз закрепил сюрпризик и потом гости приходят опустошают эти волшебные цветочки ну можно снова их наполнять ну хозяйке только наполнять придется так ну сейчас мы прикрепим давайте попробуем да давайте я вам покажу как мы это делаем мы находили два длинных хвостика любых но только длинных и допустим выбирали любую нашу лапку и вот так вот обхватывали получается веточку и сзади два этих хвостика между собой просто перекрутили один и второй раз все наш цветочек готов мы вкладываем конфетку сейчас мы их вот чуть-чуть немножечко подавлю наши петельки вот эти лепесточки а у нас сюда вот так вот все встало все замечательно все у нас получается вот такая нарядная и вкусная елка очень красиво действительно приближается самый главный праздник года и конечно же хочется чтобы все вокруг засияло яркими огнями яркими красками но напоминаем нашим телезрителям не переборщите с украшением дома Татьяна что бы вы пожелали всем нашим телезрителям на наступающим новым годом хотелось всех поздравить с наступающим новым годом пожелать здоровья счастья благополучия ваших семей ну и честно хорошего настроения всех с наступающим новым годом спасибо вам за новогодний мастер-класс и я напоминаю что сегодня с нами была Татьяна Комина декоратор вы смотрели программу реальные кадры всего вам доброго и до свидания